МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Вивикова. Сегодня мы расскажем. Десять лет со дня запуска Гродненской ГЭС. Один из крупнейших объектов гидроэнергетики в Беларуси празднует первый серьезный юбилей. О студенчестве, учебе и правильном выборе. Открытый диалог с председателем Гродненского облсполкома прошел с первокурсниками медуниверситета. Проблемы с жильем, вопросы по зарплате и перспективы на первом рабочем месте. Администрация города и области встречается с молодыми специалистами. Просят защиты, благословения и процветания. Рождество Божьей Матери празднуют католики во всем мире. В Гродно готовятся к чемпионату Беларуси по мини-футболу. Новый состав команды УВД «Динамо» уже представили. ДИНАМО За время эксплуатации станция выработала более 800 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Расчетные данные, которые заложили в амбициозный проект, подтверждены. ГЭС на Немане стала первой гидроэлектростанцией средней мощности в Беларуси, которая способна не просто вывести ее энергосистему на новый уровень, но и продемонстрировать реальные преимущества чистых киловатт. Сегодня станция по-прежнему в деле. ГЭС может работать полностью в автоматическом режиме. Максимальный объем выработки электроэнергии достигается в период половодья. Мы не регулируем источник энергии, то есть мы под него подстраиваемся. То есть КАС каким-то образом можно, грубо говоря, отключил кран, и станция не работает. Здесь как бы работа станции нацелена на максимальную выработку электроэнергии. То есть вся вода, которая пройдет в холостую, это упущенная выгода, упущенные деньги, которые протекли мимо нас. Максимальная мощность станции ежедневная – это 17 мегаватт, это как и установленная мощность. Такая мощность вырабатывалась, и она реальна. А здесь находится сердце станции – машинный зал. Тут базируется основное оборудование – генераторы, мультипликаторы, турбины. Сейчас в работе два гидроагрегата. В прошлом году здесь и начали плановый ремонт оборудования. В 2021 году выполнен ремонт первого гидроагрегата. Работа закончена, он находится в резерве. А в этом году мы начали работу, и сейчас в стадии выполнения, работы гидроагрегата номер 2. С периодичностью раз в 10 лет мы должны выполнять ремонт оборудования. И в следующем году пойдет уже Г3, Г4 и потом Г5. Напомним, строительство первой в стране гидроэлектростанции средней мощности завершили в 2012 году. И сразу установили новейшее оборудование. Пусковые испытания гидроагрегатов прошли успешно. А уже в сентябре Гродненскую ГЭС, установленную мощностью 17 мегаватт, приняли в эксплуатацию. Гродненская ГЭС – не единственная, но передовая станция в Беларуси. Проект на Немане уникальный. Именно здесь белорусские строители, инженеры, энергетики приобретали опыт работы на сооружениях такого типа. Перспектива этой станции – это работа 100 лет, потому что рассчитано гидросооружение именно на работу на такой длительный период времени. И мы уверены в том, что за вот этот период времени она принесет огромную пользу нашему государству. Потому что именно та зеленая энергия, которая будет поставляться потребителю, она является неотъемленной частью той политики, которая с чего не существует в государстве по обеспечению энергетической безопасности Республики Беларусь. О студенчестве, учебе и правильном выборе. В Медицинском университете прошел открытый диалог председателя Гродненского облсполкома Владимира Караника с первокурсниками. За трибунами начинающие медики, которые лишь несколько дней назад, надев белые халаты, переступили порог Гродненского вуза. У этих ребят еще все впереди – первые зачеты, экзамены, пары и практика. Перед тем, как гордо носить звание врача, студентам предстоит многому научиться. Но главное – не потерять себя, говорит политик. Показывать свои умения и навыки, не зацикливаться только на учебе, пробовать силы в науке, спорте и творчестве. Смотреть на мир широко открытыми глазами. Этому в первую очередь преподаватели должны научить своих студентов. Владимир Караник поделился с первокурсниками рассказами о своем студенчестве. Пройдет очень немало времени, и они сами найдут свой рецепт, каким образом можно совмещать и учебу, и общественную деятельность, спортивную жизнь, общаться со своими сверстниками, на более старших курсах еще и работать. С моей точки зрения, развитие страны действительно невозможно без обеспечения преемственности поколений. А для этого, со стороны нас уже людей, которые имеют определенный опыт, надеяны властью, основная задача, во-первых, понимать, чем дышит современная молодежь и что для нее важно, а второе, наверное, более важно, суметь передать им базовые ценности нашего народа. Власти города и области встречаются с молодыми специалистами. Юные медики, преподаватели, работники сферы культуры лишь несколько месяцев назад пришли на свои первые рабочие места. У них уже появились вопросы о предоставлении жилья, перспективах карьерного роста, размере зарплат. Об этом и многом другом готовы рассказать представители администрации. Как поддерживают молодых специалистов, чего от них ждут и в каком направлении хотят развиваться сами начинающие профессионалы, узнавала Анна Соловей. Елизавета Лукушко уже год работает в центральной поликлинике. До этого проходила здесь же интернатуру. Поэтому, несмотря на то, что опыта немного, есть четкое ощущение, что в поликлинике она давний сотрудник. Адаптироваться медику помогли старшие коллеги по цеху. Поддерживали, если нужно, делились опытом, в том числе и общение с пациентами. Найти один универсальный способ решения конфликтной ситуации со всеми пациентами невозможно. Но, что я выяснила для себя, что первое, что нужно делать, это сохранять спокойствие. Во-вторых, помнить, что передо мной находится пациент, которого что-то беспокоит, у которого что-то болит. Поэтому он пришел ко мне и просит о помощи. В этом году в учреждение здравоохранения города пришли 130 человек, 39 из которых – врачи. Самое главное в работе врача – это умение найти подход к каждому пациенту, каждому, кто заходит в кабинет на осмотр. Именно поэтому первый год работы для молодого специалиста особенно труден. Со всеми сложностями помогают справиться старшие коллеги по цеху. За последние три года в учреждение здравоохранения города прибыли 452 молодых специалиста. Больше половины закрепились на своих первых рабочих местах. Привлекать молодежь стараются и перспективами роста, и материальной поддержкой. У врачей за 2022 год средняя заработная плата 1475. Если брать врачей-аниматологов, то у них зарплата выходит до 2600. Что касается средних медперсоналов, получают заработную плату 968. Это средняя, я беру молодых специалистов. Кадр решает все. Поэтому это для любого руководителя основная задача. Подобрать наставников, для того, чтобы первые шаги, которые делает молодой специалист, не разочаровался в профессии. Для тех, кто пришел на свое первое рабочее место, предусматриваются и льготы. Если молодой человек приходит после вуза или среднего специального образования, получая 30% за красный диплом, надбавка по контракту и 20% всем остальным, которые приходят молодые специалисты. Кроме того, в коллективных договорах заложена доплата за проезд медицинским работникам, которые, допустим, проживают в районном центре, а работают в сельской местности. Один из моментов, который, с моей точки зрения, очень важен, это, конечно, компенсация арендного жилья. Юные профессионалы успели прийти на работу, обустроиться, познакомиться с коллегами. И теперь все интересующие вопросы и проблемы, если такие возникли, могут обсудить представителями власти. В Гродницкой центральной поликлинике состоялся открытый диалог администрации города и области с молодыми медиками. В первую очередь для того, чтобы понять, насколько все ли хорошо у наших молодых специалистов. В первую очередь это люди прибыли в новое лечебное учреждение. И здесь очень важным является и обеспечение рабочих лес всем необходимым. Является обеспечение жильем, конечно же, если люди уехали в другие населенные пункты и приступили к месту работы. Нас интересуют также вопросы адаптации в коллективе. С молодыми специалистами, но уже системой образования города познакомились и представители Гродницкого горосполкома. В школу областного центра в этом году пришли 216 педагогов. Есть уже работающие реально механизмы социальной поддержки молодых людей в виде трудоустройства, в виде получения высшего образования, в виде различных специальных фондов, грантов и поддержки государственной любой проектной деятельности, в виде реализации любых интеллектуальных, культурных, творческих, спортивных способностей. У начинающих медиков и педагогов все еще впереди. Главное – найти себя в профессии, ведь именно за ними будущее. Анна Соловей, Андрей Шаповалов. Новости в Родноплюс. Рождество Божьей Матери празднуют католические верующие во всем мире. Этот день был включен в церковный календарь во второй половине V века. 8 сентября считается днем рождения Пресвятой Девы Марии, большой праведницы, помощницы и заступницы, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению всех людей. В Новом Завете содержится очень мало сведений о жизни Богородицы, Девы Марии. Вся информация о ней известна из апокрифов, которые являются частью католических традиций. Христиане всегда обращались к Богородицам, просили у нее защиты, благословения и процветания. Вот и сейчас люди приходят в костел, чтобы обратиться к Пресвятой Деве. В этот период также освящают зерно, которое в последующем будет посеяно. Верующие приносят и семена помидоров, огурцов, фасоли. Считается, что благодаря этому урожай будет большим и хорошим. В этот день люди молятся за всех работников поля, тех, кто работает на земле. Весь день. На каждой службе мы освящаем, а сегодня свято такое целый день. Сегодня верники, что я зауважаю, что за все-таки есть Марийная свято, то есть, что датычить Матю Божией за все-таки вельми шмат верников. За все-таки вельми шмат верников. Наверное, когда день працы, когда день вельми заняты, может, сегодня кто-то где-то был бы навесся, но все равно приезжаю на службу, как быть, на святой имши, на службу, как бы дяковать Пану Богу за этот великий дар Матю Божией. С этого дня для католиков начинается Новый церковный год, поскольку история Нового Завета начинается именно с появления Марии, престолом Бога, благодаря которой в мир явился Иисус Христос. Также на Рождество Богородицы принято поститься. Нельзя употреблять мясо, непостную пищу и алкоголь. Чемпионат Беларуси по мини-футболу не за горами. Первый тур пройдет 17 и 18 сентября. В Гродно активно готовятся к спортивному событию. Игроков нового состава команды УВД «Динамо», в том числе и главного тренера, уже представили. Спортсмены презентовали новую форму, встретились с болельщиками. Наиболее активным вручили фирменные футболки и приняли участие в фотосессии. Пригласили на встречу и почетных гостей. Как отметил руководитель Гродненского горосполкома, председатель областной федерации футбола Мячеслав Гой, прошлый сезон был удачным для команды. Тогда УВД «Динамо» вошла в четверку сильнейших. Теперь перед игроками стоят еще более серьезные цели. Планка не ниже четвертого места. Для этого есть все возможности, все условия. Если какие-то бытовые вопросы есть, город всегда поможет. Проживанием спортсменов, которые приехали к нам, с некоторым обеспечением финансовой помощи, в том числе, я думаю, предприятия наши это поддержат непосредственно. Ну и немаловажно, это поддержка болельщиков. Это самый доступный вид спорта. Я вспоминаю свое детство, это два камня на поле, на травке, футбольный мяч, кроссовки или босиком и футбол. Сегодня в городе созданы такие условия для занятий. Небольших площадок для мини-футбола достаточно, и их строительство продолжается. Также в Гродно планируют развивать и детский футбол. В спортивной школе Неман и профсоюзной Билкард сейчас занимаются почти полторы тысячи юных спортсменов. А в следующем году в Грандичах откроют новое образовательное учреждение, где будет расположен филиал спортивной детской школы Неман. Там построят стадион и создадут всю необходимую для игры инфраструктуру. Дети смогут посещать тренировки, не выезжая за пределы микрорайона. 12 сентября с 9 утра до 6 вечера в Комитете госконтроля будут работать телефоны горячей линии. Вы можете обратиться с информацией о проблемах и недостатках организации работы по обеспечению твердыми видами топлива, а также высказать свои предложения по совершенствованию работы в данной сфере. Позвонить можно по городским телефонам 79-88-26 и 79-88-33. Телерадиовещательному каналу Гродно Плюс требуется на постоянную работу оператор и диктор новостей. По всем вопросам обращайтесь по номеру 62-07-86 с 8.30 до 16.30. Резюме отправляйте на электронную почту нашего телеканала. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно Плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова